Чем отличается Толстовское непротивление злу от христианской крутости? И что делать, если на твоём смирении начинают паразитировать? Ну, во-первых, на моём смирении паразитировать – это просто, видимо, написали, ещё не знали, что такое смирение. Смирение просто. Вот. Вот так. Не знали просто. На самом деле, ведь на смирении моём никак невозможно паразитировать, когда я вижу себя, осознаю, понимаю и, соответственно, веду себя. Вы не думайте, что если я вижу себя так и отношусь с великодушием к другому человеку, совсем не значит, как я уже вам сказал, что я возьму пьяницу работать на винный склад. Совсем не значит. Смирение даёт возможность рассуждения. не будем путать эти вещи – осуждения и рассуждения. Смирение не отнимает рассуждения. А, напротив, даёт возможность объективного взгляда на других людей через призму познания себя. Ну, а Толстовское – это непротивление злу насилиям. Если мы не будем противиться злу, во что превратится наша жизнь? Давайте не будем противиться убийц, насильников, бандитов. Не будем. Не будем противиться. Во что превратится общество моментально? Вот вы знаете, что вот сейчас, вот только объявили бы, на один час, сказали, прекращается действие всех законов. На один час. В любом государстве. Да, наверное, от него бы ничего не осталось. От этого государства. Это же совершенно же безумная идея – непротивление злу насилиям. Другое дело – злому. Опять-таки, святые отцы говорят – нет добродетели без рассуждения. Вы слышите? Нет добродетели без рассуждения. Рассудительность – это что такое? Это действительно желание добра человеку. Вот пример. Например, ювенальная юстиция. Пожалуйста, не наказывайте ребёнка. Дайте ему полную свободу. Пусть он поступит так, как хочет. И развивается, как хочет. И вот мне рассказал один мой знакомый, такой мощный, да, он так был королём молодёжным, но он стал диаконом. Вот однажды он едет в автобусе, и один человек ведёт себя просто ужасно, нахально. Когда ему замечают, что вы делаете, а мне мама всё позволяла делать, я привык так делать. А это значит, я злюсь сижу, я же диакон, как бы не быть. Не будь я диакон, я бы сейчас был. И нашёл выход. Друг встаёт, подходит к нему. Мальчик такой хороший. Схватил его за нос, подтащил к двери. Тот орёт, визжит. Попросил открыть двери и выбросил его. Аплодисментами встретил весь автобус. Что такое непротивление злу? Если мы будем давать свободу злу, то во что же превратится наша жизнь? Вообще, я вам скажу так. Тотстой – очень хороший писатель, но очень неумный. Это поразительно неумный. Что, вот, например, я у вас спрошу. Вы знаете, кто такой Гомер, например? Или Ады, Одиссея, Гомера? И вот сейчас какой-нибудь, какой-нибудь, стал бы, взял эту книгу и сразу сказал, что за чушь такая, какие-то боги, какие-то приключения, что за безобразие. Давайте исправим, вычеркнем это всё. Что бы вы сказали на этого человека? Скажите, что бы вы сказали? Не правда ли? Как ты можешь? Что сделал Лев Николаевич? Лев Николаевич взял Евангелие и начал черкать его. Это здесь не так, это вот это не то, это нужно исправить, это неправильно. Это что такое? Это что такое? Мы получаем сочинение студентов, допустим, паршивое, негодное сочинение. Но когда мы его цитируем, мы приводим точно его словам. Правда ли? Не посмеем исправить. Мы потом можем прокомментировать, сказать, сказать, что это, голубчик, ты уже заехал туда, куда сам не знаешь, что ты пишешь. Правда ли? А он что сделал? Черкает. Этот Иисус ошибся, видите ли? Он лев. Но он-то всё понимает. Сейчас то же самое сделал другой великий человек. Сейчас. Лев Николаевич тогда был. Так? А теперь сейчас сделал другой человек. Великий. На весь мир известный человек. Взял и исправил молитву Отче наш. Вот там непонятно, что это написано. И не веди нас во искушение. И он взял и исправил. Исправил это. И дай нам, что ли, не впасть в искушение что-то. Как ты смеешь это делать? Ты можешь комментировать сколько угодно. Ты, пожалуйста, объясняй. Но взять и исправить текст. Я говорю, даже студента я не могу это сделать. А здесь Евангелие исправляет. Это какая гордыня. Недаром Ольве Толстом Амбросий Оптинский сказал, «Хотя он и лев, да, но не смог победить себя. Гордый очень!» А теперь тот человек, о котором я сейчас сказал вам, который исправил молитв Отче наш. Знаете, кто? О, Франческо! Папа Франциск! Этот иезуит, который посмел коснуться Евангелия, который никто ещё до этого не делал. Даже Папы Римские этого не делали. Объясняйте сколько угодно, как понимать эти слова. Но чтобы исправить, это что такое? Так вот, Лев Николаевич, к сожалению, к сожалению, видите, тоже давай исправить Евангелие. И дошёл. Не противьтесь злу. Давайте. Выпускайте бандитов всех. И пусть они царствуют в нашем мире. Много.